Страной, которая дает решение, многое зависит от того, в какую сторону Россия пойдет событие 21-го года, мы это понимаем. И пока на сегодняшний день можно показать, что политический режим является главным источником роста женности на планете. И я очень надеюсь, что все-таки постпутинская Россия, она все-таки на этом себе силы избавиться от этого кошмара, потому что одна из важнейших дел, это все-таки отказ от преемственности экономистической, признание своих ошибок, необходимое следствие любого очистительного процесса. И я готов максимально в этом процессе помогать, но я не хочу становиться частью политического непосредственного процесса России. Я знаю, что я могу сделать, и у меня большой, может быть, самый большой опыт среди председателя российской оппозиции по взаимодействию с зарубежными политиками. Я готов был бы помочь решать те проблемы, которые надо решать с помощью политики. Несколько лет назад, когда вы были в Верности, в университете вы выступали, на мой вопрос вы ответили, ну, по поводу санкций западных. Вы ответили, что запад, сравнили его с большим кораблем, который очень-очень медленно разворачивается. Чтобы российское общество развернулось к неким переменам, сколько нужно времени? Вообще это применимо или... На самом деле перемены происходят по-разному, потому что на Западе все-таки существуют институты, которые позволяют как бы оптимизировать этот процесс. То есть он производит медленно, действительно, но основательно, потому что дискуссия-то не прекращается. Даже в моменты, когда, скажем, политика Запада, на наш взгляд, носит односторонний и неправильный характер, в целом дискуссия сохраняется. Есть средства массовой информации, есть политики, в которых есть другая точка зрения. И вот этот поворот, ну, потому и медленный, потому что идет дискуссия. Потому что надо выработать некоторый консенсус общества. В государствах, в которых формы управления далека от демократической, авторитарной, тем паче уже сильно авторитарной и даже, можно сказать, какой-то тоталитарной, как сегодняшняя Россия, диктаторские режимы, там такие переходы постепенно невозможны. Это ровно потому, что дискуссия никакого нет. Корабля нет. Ну, корабль есть, но, в общем, я не знаю, какую аналогию здесь привести, но этот поворот, может быть, я могу так сказать, знаете, как скоростная лодка, знаете, такая несется, такой, такой, спидболт, несется, значит, да, вот катер. И там медленно не повернешься, там, на самом деле, развороты все будут достаточно резкие, и история, опять, не знает примеров, когда вот этот процесс, он происходил удачно, постепенно, с использованием вот старой легитимности. Потому что попытка 91-го года, ну, в основном, научить, что, на самом деле, любые разговоры о том, что надо инкорпорировать, как бы, части вот прошлой системы, и это позволит нам избежать потрясений, они говорят о том, что, в принципе, все закончится тем же самым. Потому что, в итоге, вот эти части старой системы, они создадут ту атмосферу, в которой они могут функционировать. Поэтому, скорее всего, это должна быть вот такая идеологическая шоковая терапия. Невозможно долго, знаете, объяснять, а вы знаете, вот были допущены здесь ошибки, а вот, есть вещи, по которым придется разбираться сразу. Значит, я занимаю, многим говоря, радикальную политику, на мой взгляд, это единственный способ вывести вперед. В постпутинской России новый свободный парламент, свободно избранный, как это называется, орган, должен принять категорические решения о отмене всех преступных, незаконных решений власти, как внутри России, так и за рубежом. Это длинный достаточно список, но это должно быть сделано на одном моменте. Реализация может заняться в какое-то время, но нельзя никаким образом делать вид, что некоторые проблемы, скажем, как оккупация Крыма, они будут решаться десятилетиями. Это преступление в культурском режиме, и новая власть обязана от него отмеживаться. Очень просто. Немедленно. На самом деле, так же, как от других преступлений, совершенных внутри России и за рубежом. Процессы, как бы, восстановления исторических справедливости, могут заняться временно. Мы понимаем, что это не происходит, мол, минус. Но делать вид, что можно вести этот переговорный процесс, связанный с территориями, оттуда, международной Грузии, с Украиной, многими другими вопросами, по которым, если российская власть нарушала собственные же гражданые обязательства, совершала гражданые преступления, не признавая факты совершения преступления, это, ну, поменьше ли, наивно, потому что это продолжает выводить Россию за рамки вот этого нормального юридического процесса. Для того, чтобы стать вот частью цивилизованного мирового пространства, надо просто начать играть по этим правилам. И это означает, что нам надо действительно серьезно пересмотреть отношения в прошлой сессии. И в этом плане, что Вильнюсский форум принципиально отличается и от форума, который был в Вильнюсе неделю назад, и от других площадок, которые, может быть, внешне выглядят похожими, но на них существует табу на многие вопросы, связанные с российской внешней политикой, с агрессивной, с этими болезненными вопросами, как, там, оккупация, там, аннексия Крыма, оккупация, де-факто, восточной Украины, части Восточной Украины, с ролью, там, РПЦ в обществе, например. То есть есть многие вопросы, которые обсуждать необходимы просто, но которые выводятся за скобки, потому что хочется сохранять, вот, многим оппозиционным деятелям хочется сохранять, как мне кажется, нейтральную или осторожную позицию для того, чтобы не отпугнуть этого политического избирателя, который у нас не существует, потому что избиратель, как мы знаем, в России один, но и все это криминалово. И последний вопрос. Возвращаясь к форуму, которую вы неделю назад, я задавала вопрос многим представителям оппозиционных сил, готовы ли они сесть, вернее, как они участвуют в форуме, которая сейчас происходит, и готовы ли они вообще обсуждать, либо обучениться именно с вами, и говорили о скобках, и там прозвучало такое мнение, но дело в том, что он со скобках, он выходит в окне России, он несколько оторвался от действительности российской. Вот, на ваш взгляд, вы оторвались или нет? Я анализирую ситуацию на основании имеющихся фактов, то есть, как бы, кто оторвался, это вопрос такой субъективный, а кто находится под влиянием Крымля, это вопрос субъективный, потому что люди, существующие как в российском политическом пространстве сегодня, они так иначе зависит от Кремля, чтобы они не говорили, потому что мы понимаем, что страна, во главе которой стоит уже безумный диктатор, и которая нарушает все межрадные принципы, которая атакует соседнюю страну, которая посылает войска в Сирию, которая занимается политическими убийствами, в состоянии закрыть любую политическую активность на своей территории, если на это будет потребность. В силу каких-то причин Кремль считает деятельность многих оппозиционных сил России для себя выгодной. Не знаю почему, может быть, Кремль ошибается. Но совершенно очевидно, что принципиальная разница того, что происходит здесь, на этом городе, и другими подобными площадками, потому что мы не ограничены никакими звонками из Кремля. Мы, в общем, говорим о том, мама может быть правы, может быть неправы, и на самом деле это и есть важный процесс, дискуссия. У нас есть точка зрения, которая является нашей точкой зрения. И можно с ней соглашаться или не соглашаться, но бессмысленно за ней искать какое-то двойное дно, ровно потому, что нам нечего опасаться. Мы говорим о тех проблемах, которые нам кажутся важными, которые почему-то не обсуждаются в России. Например, многие вещи выводятся за скобки там. Нельзя говорить открыто о Крыме, нельзя говорить открыто о роли РПЦ, совершенно чудовищные реакционные северные области. Нельзя говорить там о преступном советском режиме. Это все, а вам говорить нельзя, потому что вы существуете в этом российском политическом пространстве, в котором совершенно очевидно должны соблюдать определенные правила привлечения. Это же касается многих оппозиционных средств массовой информации, которые тоже вынуждены, опять, я понимаю, почему вынуждены придерживаться вот такой недостаточно, скажем, сбалансированной правилы. Спасибо, Павел Кирилович, за свидетельство. Почтение.